Вопрос, который рассматривается под хадисом 161, говорит Какое конкретное зарево имеется в виду, посредством исчезновения которого заходит намаз Айша? То есть, рассвета бывают два вида. Зарево заката бывает двух видов. Белое зарево и красное зарево. Сначала приходит какое? Красное, потом приходит белое. Теперь вопрос. После исчезновения какого зарева наступает намаз Айша? После исчезновения красного или после исчезновения белого? Со слов Ибн Амара, что получается? После исчезновения красного. Так или нет? Даже если на горизонте белое зарево заката до сих пор держится. Так вот, этот вопрос рассматривается. Говорит Мы уже говорили о том, что время намаза Магриб заканчивается с исчезновением зарево заката с горизонта. И так же это время является началом времени намаза Айша по единогласному мнению. Так или нет? Мы говорили, что в этом вопросе нет разногласий. Но разошлись обладатели знания во мнениях. Что за зарево заката имеется ввиду под этим? На два мнения. Первое мнение То, что под зарево имеется ввиду краснота. И это мнение Ибн Амара. Достоверно или нет? Достоверно. У нас в главе пришло. Так или нет? И это же мнение пришло от Ибн Аббаса, но с Иснадом, которым есть слабость. Это вы можете записать в книге Аль-Аусад у Ибн Амунзира. В Иснаде его есть слабость. И это мнение также Ата Ибн Абрабаха, Муджахида, Саида Ибн Аджубейра, Имама Аз-Зухри, Имама Малика, Суфьяна Ассури, Шафия, Исхака, Имама Ахмада и двух учеников Имама Абу Ханифы. Понятно или нет? То есть это схоже с чем? Со словом большинства ученых. То есть можно сказать, что это мнение большинства ученых. Входит в них кто? Малик, Шафия, Абу Ханифы и Ахмад. Так или нет? И еще другие. К тому же есть еще сподвижники Ибн Амар. То есть они говорят, все они говорят то, что подвижники. Зариум имеют ввиду краснота, а не белизна. Говорит Асаддалю Алязалюка би хадисы льбаб. Вдовут они использовали хадис главы Вата Каддама Аннаху Мауков. Но мы уже упомянули то, что он Мауков, а не Марфуа. То есть со слов Ибн Амара, а не со слов пророка, салаллаху алисаляма. Ваби хадис Абдилла Абдилла Амар, Инда Абдалут. Также использовали хадис Абдилла Абдилла Амара, который приходит у имама Абдалута. И намаз Магриба длится до того времени, пока не исчезнет фаур аш-шафак. То есть кипение красноты. Имеется ввиду, кипение зарева имеется ввиду, что пока оно еще свежее, настоящее в силе. Понял, да? То есть в силе имеется ввиду, что отсюда понимается красное, когда еще. То есть когда краснота уйдет, получается, Магриб заканчивается. Воруя, а в одном из ревоятов приходит Саурус Шафак. Саурус Шафак как бы что? Восстание зарева. То есть когда оно еще сильно красное. А потом оно уже когда спадет, все, приходит время намаза рейша. И этот ревоят является достоверным. Вы себе можете подписать, что этот ревоят является достоверным. Во Фаурус Шафак, что такое Во Фаурус Шафак? Говорит Фаурану, то есть его кипение. То есть когда зарева, это краснота на небе еще сильная. Во Суту Угу, то есть его сила. А что такое Саурус Шафак? Саур это Сауаран Хумратихи. То есть как бы что? Кипение его красноты. Кипение его красноты. Исходя из этого хадиса, от кого пришел? От Абдулла ибн Амра. Так получается, что под зарево имеется ввиду краснота, а не белизна. Во Кадах Раджио ибн Хузейма Билалзин. А у ибн Хузейма, это же самый хадис, приходит с таким словом. А намаз аль-Иша начинается с того времени, как не исчезнет краснота зарева. Но имам ибн Хузейма сказал, что этот хадис, в нем есть болезнь. А какая-то болезнь, то что Мухаммад ибн Азид Аль-Васады, один единственный, кто передал этот хадис. От Шуабы. То есть у Шуабы было кто? Шуаба ибн Аль-Хаджио, множество учеников. И один лишь, Мухаммад ибн Азид Аль-Васады, передал этот хадис. Соответственно, этот хадис является слабым. Мы должны полагаться или основываться на то, что известно у арабов, что по словам зарева имеется в виду краснота. По словам зарева у арабов имеется в виду краснота. И это известно в их стихах и в их прозе. Так или нет? Остание второе мнение в этом вопросе Аль-Мурад-Биги Аль-Баяб. То, что под заревом имеется в виду белое зарево. Исчезновение белого зарева, затем заканчивается намаз в Магрибе, начинается намаз Аль-Айша. И это мнение Анаса ибн Малика, р.е. Пришло от него застоверным и снадом. То есть, ученики Абу-Ханифа пределились какого мнения, что под заревом имеется в виду краснота. А сам Абу-Ханифа какого мнения пределился, что под заревом имеется в виду белизна. Говорит, Что он начинал намаз читать Аль-Айша, когда исчезает в то время, в какое обычно исчезает луна в третью ночь месяца. То есть, в третью ночь месяца луна исчезает после исчезновения белого зарева. И говорит, обычно пророк Солсан совершал намаз Аль-Айша в то время, когда обычно исчезает луна в третью ночь месяца. Понятно или нет? Исходя из этого, говорит, что значит намаз Аль-Айша заходит после того, как исчезнет белизна, а не после того, как исчезнет краснота. То есть, мы уже упоминали, что сначала появляется краснота, потом краснота исчезает, остается еще белизна, так или нет? То есть, свет, остается свет на горизонте белого цвета. Так вот, разногласия все в чем? Нужно ли ждать исчезновения этой белой полоски для того, чтобы начать намаз Ай-Айша? Или достаточно, чтобы исчезла краснота, и после этого, даже если белая полоска еще на горизонте есть, ты уже можешь совершать Ай-Ай-Айша. В этом заключается разногласие. Первое, что сказали, что нужно, что достаточно дождаться исчезновения красоты. Если даже будет белая полоска, это нам не вредит, мы можем начинать совершать намаз Айша, а Магриб уже совершать запрещено. Второе мнение, которое пределается Абханифа, так или нет, что мы обязаны дождаться того времени, пока не исчезнет даже белизна с горизонта, то есть даже эта белая полоска. То есть даже если краснота зарева уже исчезла, ты еще не можешь считать Айша, пока не исчезнет белизна этого зарева. И перевели в довод этот хадис, что пророк совершал Айша намаз, то есть смысл его какой? Пусть то, как исчезнет белизна. Так или нет? Пусть то, как исчезнет белизна, потому что луна в третью ночь месяца исчезает именно в это время. Понятно или нет? Но в этом хадисе, брат, есть или нет указания на то, что в это время начинается намаз Айша? Нет в этом. Этот хадис не подходит как довод здесь, так или нет? То есть пророк совершал Айша вообще в середину ночи, так или нет? Ты же не скажешь, что Магрит можно читать до середины ночи, или Айша начинается только в середине ночи. То есть пророк, салава салам, да, совершал намаз Айша иногда, когда уходила белизна с горизонта. Но это не означает, что это начало времени Айша, потому что пророк, салава салам, часто совершал намаз Айша не в начале его времени. И, как мы уже говорили, желательно является отложить его от начала его времени. И также используется хадис Абу Мас'уда, который приходит у Абу Дауда. Я видел, как посланник Аллах, салава салам, совершает этот намаз. То есть какой намаз? Намаз Айша. Когда почернеет полностью горизонт. То есть когда горизонт полностью почернеет, тогда, я, говорит, видел, посланник Аллах, салава салам, совершал намаз Айша. Но этот хадис является мункар отвергаемым, так не является хадисом достоверным. Исходя из этого, у второй стороны один лишь довод и действие Анаса им. Малика. То есть действие одного из сподвижников, которому противоречит действие другого сподвижника. Так или нет? Ибн Умар говорил то, что зарево имеет ввиду исчезновение красоты. И у второй стороны один хадис, который не указывает на то, что они хотят указать. Так или нет? Исходя из этого, более правильным мнением является первое мнение в вопросе. И это мнение выбрал шейх Ибн Бас, а также шейх Аль-Усаймин, рахматуллаху алейхима. А что касается хадиса Ануамана ибн Башира, который они привели в довод, то в нем им для них нет довода. Потому что пророк С.А. обычно откладывал намаз Ай-Ша немного от начала его времени. И это лучше и прекраснее по исходу. Так или нет? Откладывать намаз Ай-Ша немножко от начала его времени. Действительно это является желательным. А еще более желательным является отложить еще дольше. Так вплоть до, почти до середины ночи. Исходя из этого, но здесь еще можно упомянуть, у себя подпишите, то что разница между исчезновением красноты и белизны небольшая, примерно 10 минут. То есть в обычных странах, то есть в арабских так, разница между исчезновением красноты и между исчезновением белизны небольшая. То есть примерно 10 минут по времени. Исходя из этого, окончательное мнение в вопросе какое? То, что под исчезновением зарева, после которого заканчивается время намаза и начинается время Ай-Ша, имеется в виду исчезновение красоты залива, а не его белизны.